В Бахчисараеве были, и потом Севастополь. Юрий Копытов с супругой Лидией не раз вот так вместе изучали старенькую карту. Для фронтовика полуостров Крым стал особой страницей жизни. В 1943 году 18-летним парнем он попал в пехотное училище. Оттуда его отправили на битву на Курской дуге, а потом переправили в Керчь. И там начали наступать. Наступали через весь Крым на Севастополь. Севастополя там взяли его. За оборону Севастополя сержант Копытов получил благодарность от Иосифа Сталина. Скромный листочек с напечатанным на машинке текстом, без позолоты и вензелей. Его хранят в семье Копытовых, как зеницу ока. А еще военный билет и единственный снимок времен войны. Юрий Копытов всегда был на передовой. Сфотографироваться удалось лишь однажды в военном госпитале в Самарканде. Прошел он, конечно, трудный путь. И то, что вот юный, он, собственно, молодости, юности не знал. Она вся была в фронт, война, страх, смерть. Но его кто-то берег, потому что больших серьезных ранений не было. Вот ранение в ногу было, вот контузия два раза была. Еще две реликвии времен войны – ложка, которую Юрий Копытову дала с собой на фронт мама, да трофейный нож и шомпол. Эти предметы возвращают фронтовика на 70 лет назад, когда он в составе 32-й Таманской гвардейской дивизии шел через весь Крым. Самой страшной была битва при Сапунгаре в 44-м. В ней полегло много однополчан Юрия Александровича. Так вышло, что с тех пор он больше не бывал на Крымском полуострове. Но он очень попросил наших автопатриотов почтить память тех ребят, которые штурмовали гору и обороняли Севастополь. Такие истории нам дороги и ценные. Собственно, ради этого мы и затеваем весь наш большой проект. Поэтому мы призываем жителей Красноярского края рассказывать нам как можно больше историй от первого лица. Или же если вы храните память о своих предках, потому что мы знаем, что очень много героев-сибиряков, воевавших на фронтах, обязательно нам сообщайте. Чем больше таких историй, тем более адресным получится наш автопробег. Чтобы поделиться с нами памятью о ваших предках, звоните нам по телефону 282-91-75, пишите в социальных сетях, а также на сайт автопатриоты.рф. Сообщайте, в каких городах воевали ваши родные и участники автопробега обязательно почтят их память. Анна Московских, Максим Галат, Всеволод Никитин. Новости. Анна Московских, Максим Галат, Всеволод Никитин.